всем привет с вами дядя Володя страшно и на повестке дня одна фигня почистите двор и в конце концов в процессе в процессе процессе очистки двора процессе очистки двора наконец-то нужно будет добраться добраться вот здесь до нехоженных мест нехоженных мест где стоит у нас с вами рама от проекта белочка но и по пути следования вы видели уже что лежит молоток и газ газ для того чтобы для того чтобы нагреть вот здесь каким-то образом и каким-то образом все-таки попытаться выбить вот эту ось заднего маятника но сейчас я буду снова продолжать чистить работать на лопате а уж потом когда я возьму руки молоток и газ я вернусь к вам но несмотря на то что ребята я вычистил уже тут все что собирался сделать у меня еще кошки не кормили вот такой котенок интересный у него такая морда лица выражительная ему валюсь ты весь колотись и как кленовый лист на ветру ты хорошим и на иди сюда мне так тебе жалко ребята идем идем к раме берем берем молоток нас берем раму за хобот берем раму за хобот и идем туда ближе к гаражу для того чтобы продолжить свои действия не членораздельные только не надо спрашивать где этот днепр где там где там вася ты что сидишь тут на юпитере третьем сидишь до 49 51 васек ты можно твоя протокольная ты ничего не боишься да тебе все так ребята я тут уже нагрел тепло вентилятором тепло вентилятором нагрел газ для того чтобы он хотя бы начал гореть это он не горит потому что на улице минус 5 взял испорченный маховик кстати посмотрел недавно видос на одном из каналов на которые подписан и там человек показал разные маховики разной формы и вот у меня оказались тоже разные маховики 3 маховика и два из них разной формы но этот единственном экземпляре но он похерено и у него тут разбита компас и он весь тут весь такой раз дрочный это он будет у нас как подкладка еще я взял вот такую втулку но вижу что она короткая нужно будет что-то длиннее хотя вот так вот все вместе все пойдет намастыривать и выбивать нагретых предварительно нагрев выбивать ось заднего маятника потому что у меня на подъезде сварщик именитый и мне нужно быстренько все выпилить лишнее чтобы он не все потом снова заварил поэтому вот я так вот тороплюсь короче эту долблю жаром у загнул ребят раму загнул не знаю прям я на себя зло и раму загнул иди сюда на меня позлись тоже я же раму загнул вот коты на меня злятся что я раму загнул раму загнута короче ребята а ось не идет пошла пошла немножко пошла и стала короче она там видать в этом ну как она называется там втулка во втулке прикипела мать и так нафига так не конструкцию было делать не знаю не что брать болгарку распиливать и вытаскивать потом уже думать там чуть-чуть делать сверливать или что делать вот такие вот дела в общем теперь и ось придется искать где-то его здесь утерев храма погнута придется ладку какую-то делать и была рама ровненькая негнутая блять дарил дарил тварь старая мразь сам себя сейчас ненавижу такой мразью себе считаю все по все вы меня торопите иди проект белочка тип вот нахер я в минус 5 вечером после работы после суеты вышел сюда и начал для вас это все долбить гулять зло берет сидел бы дома сидел бы чай пил кино смотрел бы а я тут смотрите родная верка а приклепана как наискось видите я такое первый раз вижу вот так вот уже почти темнеет короче раз плюс колось по любому она дальше не будет выходить и сейчас буду ее обтачивать короче шумана ну чем не было расплескана вот не аппарат таким аппаратом буду обтачивать а если вы думали что я не выбью это 8 то вы уже загружались просто короче делел я страшный и ось как бы не испортил практически вот и ну что и не не а а вы чем выбил я ось сейчас я достану этот маятник вылезла втулка все подобию в общем ну я как бы что мне нравится когда вы пишете что шпильки на разном расстоянии на юпитере и пятом и на моделях которые не 5 то есть 4 3 2 юпитер там шпильки одинаковые а на пятом шире стоят я сам показывал видео и показывал молодцы ребята если вы пишете что я зря вытащил цепь а потом я ее не вставлю в этом в этот кожух то опять же вы наверно не видели видео которое показывал что вставляется вообще элементарно вот на пальчиком только подаешь крутишь и все она захватывает захватывает и потом она если там даже застрянет крючочек с проволочки делаешь и цепочку из кожуха задней звезды вытаскиваешь все просто не надо там цеплять новую за старую не надо вообще все прекрасно делается самое главное чтобы работали руки должен работать мозг поэтому сейчас мы снимаем маятник этот ну и все слегка вот так вот стук стук все маятник у нас руках остается нам изыскать 500 рублей и заменить ремкомплект ремкомплект а тут вот какая-то параша сыпется короче так вот разобрали с божьей помощью и все остается нам почистить распилить и сварить ну и как бы это все вообще на 1 2 3 если лучше я вам уже сказал прежде ударил по трубе ну придется я не знаю что делать что его сделаю за шпаклю и на шпаклю и потому что некрасиво тут еще отрезать не замок придется аккуратненько вот эту петлю потому что мы уже коляску не прицепим хотя как сказать может прицепим там же те регулировки разворачиваются на к чему с другой стороны к этому мотоциклу коляска она не нужна а с другой стороны как бы зимой кататься вдруг нужна еще я замерю это расстояние там где шар этот он будет ближе если он развернутый сюда он будет сюда чем я это ухо оставляю с этой стороны именно под это под коляску ухо оставляю вместе что мы в коляске переварим то есть оставляю вот этот кронштейн и этот ну и тут все все будет у нас по феншую в общем у нас будет оставлена возможность прицепления прицепления цепление зацепление как это бляха использование этого мотоцикла будущего белочки с с ну как с с коляской а сссс спасибо вам и всем пока вот так